Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Шольц едет на поклон. Европа впала в зависимость от близкого друга. Деньги оказались важнее принципов. Европейские страны срочно бросились дружить в Сербии после расконсервации ее литиевых рудников, пишет в новостях. Редкий металл-позарез нужен фабрикам и заводам ЕС для производства электромобилей. Однако Белград, подчеркивает автор, не позволит партнерам помыкать им и не отвернется от России, своего главного союзника. Канцлер ФРГ посетит, особо не афишируя свой визит, сербскую столицу. В политических кругах Белграда распространяются слухи. Посетит ли Олаф Шольц вновь город на Дуная? В последний раз канцлер приезжал в сербскую столицу летом 2022 года. «Не могу утверждать, что это точно произойдет, но такая вероятность есть», – цитирует премьер-министра Сербии Милоша Вучевича в белградские СМИ. Политица также сообщает, что в грядущую пятницу Шольц должен нанести деликатный визит Александру Вучичу. На состоявшейся в среду пресс-конференции правительства ФРГ-пресс секретарь Кабмина Штифен Хибиштрайт подтвердил информацию о поездке главы страны в Белград. Шольц и Вучич примут участие в саммите исходного сырья. Кроме того, ожидается, что канцлера в поездке будет сопровождать ряд представителей немецких компаний. В чем причина столь срочного визита Шольца в Белград? Всякий, кто думает, что на встрече с сербским лидером, одним из последних европейских союзников Владимира Путина, Шольц намерен лоббировать идею или обсуждать проблему Косово, серьезно ошибается. Главными темами для обсуждения станут вопросы экономики, торговли и разного рода соглашений между Белградом и ЕС. В частности, на повестке дня стоит вопрос о литии, важнейшем сырье для производства электромобилей. На территории Сербии находится крупнейший в Европе литиевый рудник. Правительство республики лишь недавно, несмотря на многолетние протесты экологов и активистов, разрешило вести добычу на месторождении. Считается, что в расположенной на западе Сербии неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной, Ядарской долине сосредоточены одни из крупнейших в Европе запасов этого дефицитного для остального мира сырья. Решение сербского правительства о возобновлении добычи заставило вздохнуть с облегчением европейскую автомобильную индустрию и многих политиков от Брюсселя до Берлина. Литий – важнейший элемент в производстве аккумуляторов. Однако в глобальной гонке за ценным сырьем европейцы отстают. Китай на сегодняшний день, являющийся лидером в торговле электромобилями, конкурирует с представителями европейской индустрии. Будь то Боливия, Зимбабвия или Сербия, в каждой из этих стран китайские фирмы еще много лет назад получили как минимум частичный контроль над важными рудниками лития и центрами переработки сырья. Председатель Китая СИЦ Зимпин в ходе состоявшегося в начале мая европейского турне посетил в том числе и Белград, не в последнюю очередь из-за прибыльных сербских месторождений лития. Теперь, вполне вероятно, последний момент. Правительство ФРГ тоже хочет инвестировать в эту важную для индустрии отрасль. Как сообщает сербский телеканал Надинт, именно поэтому Шольц возьмет с собой в поездку своего словацкого соратника, заместителя председателя Еврокомиссии Мараша Шевчевича. На повестке дня – подписание декларации о намерениях между Европейским Союзом и Сербией. Документ предусматривает партнерство в области устойчивых поставок сырья и обеспечения логистических цепочек для производства аккумуляторов и электромобилей. Впрочем, Вучич, скорее всего, начнет встречу с Шольцем и Шевчевичем с более выгодных переговорных позиций. Как сообщил Financial Times сам сербский лидер на расположенном на западе страны литиевом руднике, открытие которого, по его словам, запланировано на 2028 год, будет добываться 58 тонн лития в год. «Мы все спасибо скажем правительству, что решено не показывать в России Макроновскую Олимпиаду. Есть такое выражение, глаза бы мои это не видели. И вот оно в точности про то, что будет твориться в Париже в самое ближайшее время. Причем дело даже не в наших атлетах. Хотя тех, кто решил ехать, мы поздравляем, они здоров влипли». Но тут пришли кадры с репетицией церемонии открытия Олимпийских игр, если только их все еще стоит писать с большой буквы после всего. И там такие кадры, что детей, как говорится, и беременных женщин просим отойти от экранов. Достаточно сказать, что открывать игры и зажигать Олимпийский огонь будет. Транс. Да-да, тот самый, именно в этом смысле слова. В Европе давно уже есть рецепт, если велика вероятность облажаться, зови меньшинства. И когда все закончится полным позорища, как и ожидалось, то ты сможешь сказать, что критиковать нельзя, потому что там же участвовали святые люди, непогрешимые, не подлежащие никакой критике. У вас что, мол, совести нет? Вот Макрон и решил приподнять, так сказать, уровень своей Олимпиады. «Они не только атлетов в грязи искупают в прямом смысле слова, то есть сений, куда даже их министр спорта рискнула только в непроницаемом скафандре. Они еще и на высоту шпилек это все решили поднять. Факел понесет 34-летний или 34-летняя? Мы не знаем, как тут правильно говорить, чтобы никого не обидеть так называемая Дрэк Квинн, чтобы это не значило под сценическим псевдонимом Минимагести. Интересно, они что, решили Макро Макрону уравновесить Минима Минимагестой? Впрочем, как говорили в одном фильме, только не надо мне объяснять. А то еще, не дай бог, пойму. Минимагесту или Геста? Мы не в курсе, как это правильно надо склонять, на самом деле зовут Артюр Рено. И в минувшее воскресенье он гордо пронес олимпийский факел прямо по Парижу на репетиции церемонии открытия. Интересно было бы знать, основатель нынешнего олимпийского движения, тоже француз, Пьер де Кубертен, вот что бы он сказал по поводу вот этого вот всего, если бы имел сомнительное удовольствие вдруг увидеть. Помнится, жена Макрона очень хотела после пожара Нотр-Дам-де-Паре восстановить его таким образом, чтобы вместо известного шпиля был создан другой известный символ в виде некоего человеческого органа. А точнее, мужского. А когда министр культуры Франции с ужасом отвергла эту идею, Макрон ее уволил. Так вот, интересно, минимагеста или Гест, это тоже жена Макрон? Или сам Маню додумался? В принципе, идеи примерно равноценные. А тем временем сам главный герой поведал, что он в полном восторге и готов нести знамя, факел и все прочее, что потребуется впредь. Честь нести олимпийский – это огромный повод для гордости. Выступать перед всем миром, особенно в Париже, городе, который принял меня как трансвестита. Я родом из Тулузы, с юга-запада Франции, и то, что я могу быть таким в Париже – это повод гордиться собой своей ориентацией, потому что я знаю, что показывать себя очень важно. Я обнаружил свою гомосальность слишком поздно, потому что я не видел таких же вокруг себя. Так что я буду нести факел не только как трансвестит, дрэк-квин, но и как Артур. Наверное, каждый из вас слышал о том, что наш центральный банк, как и все банки мира в однополярном американском мире, который образовался в 1991 году, работает в интересах Федеральной резервной системы США. Федеральной резервной системы – это, так сказать, центральный банк США, который печатает доллары. Тут все логично. Доллар – главная валюта мира, а значит, все банки должны придерживаться правил его создателя. Так вот, услышав эту информацию, у многих возникает вопрос, а что мешает правительстве национализировать наш Центробанк, послать куда подальше этот самый Федеральной резервной системы США и заставить ЦБ работать в интересах России? На этот вопрос уже отвечали множество экспертов. Например, историк Андрей Фурсов говорил, что если Россия попробует это сделать, национализировать ЦБ РФ, то он объявит самым влиятельным семейным кланом мира, которому принадлежит Федеральная резервная система США. Или вот еще слова экономиста Валентина Катасонова. «Если Россия попытается преобразовать центральный банк и Суренсу Барт сделать действительно банк, который занимается рефинансированием, рефинансирование идет до реального сектора экономики, уверяю вас, здесь могут быть такие майданы. Мало не покажется». Так вот, хоть я множество выпусков посвятил теме хозяев денег, кратко напомню для тех, кто пропустил эти выпуски. Главная валюта в мире – это доллар США. На эту валюту практически во всех странах можно купить все, что угодно. Самое поразительное тут то, что этот самый доллар печатает частное учреждение Федеральной резервной системы США без ограничений. Ну, нет у этого заведения какого-то лимита. Естественно, Федеральной резервной системы США хоть и является частной структурой, но она очень тесно работает с государством США. У них некий симбиоз – государство, США, печатает так называемые облигации, а Федеральной резервной системы США печатает доллары и скупает их. Вот так, среди прочего, в бюджете США появляются средства на содержание собственной страны. Они производят бумагу, на которую со всего мира высасывают реальные блага.